Друзья, всем огромный привет, AdScriber на связи. Сегодня топ лучших новинок 2023 года. В этом топе я подобрал для вас абсолютно интереснейший материал, потому что будут оригинальные смартфоны и, самое главное, будут небольшие смартфоны. Многие из вас в комментариях пишут, почему выпускают все время лопаты. Так вот, друзья, в этом топе будет миниатюрный смартфон на максималках реальных. И самое главное, у него будет небольшой ценник. Друзья, у нас много материала, давайте начинать. А перед этим обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новости, обзоры, ну и все остальное. Если ты подписан на этот канал, то абсолютный красавчик. Тебе большой-большой респект. Поставь лайк этому видосу. Ну а в комментариях небольшой челлендж. Напиши, пожалуйста, какой у тебя смартфон. Даже если у тебя Nokia 3310, так и напиши. Если не знаешь, что писать, напиши просто «Вася, привет». Итак, это Scrape News. Погнали. Как и обещал, первая новинка называется Jelly Star. И вы подумайте, что это за дичандра такая? А я вам отвечу, друзья. Это лучший, уникальный, маленький смартфон. Эта компания, известная производством компактных смартфонов, снова привлекла внимание технических энтузиастов своим последним предложением Jelly Star. Учитывая успех предыдущей модели, они вернулись с новым устройством, миниатюрный размер и мощная производительность. Jelly Star рекламируется как самый маленький работающий смартфон под управлением Android 13. Как вам такая заявка? Ну и на сам дизайн, обратите внимание, выглядит интересно. Есть какой-то определенный закос под Nothing Phone, но в целом смотрится очень даже оригинально. Так что же там по внутряночке, вы спросите меня. Mediatek Helio G99. И здесь не торопитесь ругаться. Helio G99 – отличный, хороший, средний процессор. Он уделывает по всем компонентам известный Helio A22, который был в предыдущем смартфоне от этой компании почти что в три раза. И вы меня спросите, Эд, а сколько этот процессор набивает в Antutu? Я вам скажу, что примерно 400 тысяч баллов. Вы, наверное, громко посмеетесь и скажете, но это же вообще ни о чем. Но поверьте, для маленького смартфона этой производительности будет за глаза и выше крыши. По сути, это флагманские показатели для миниатюрного смартфона. Плюсом ко всему, здесь 8 гигабайт оперативной памяти. Какого производства, неизвестно. Я бы предположил, что здесь LPDDR4X. Но это не точно. А вот внутренняя память 256 гигабайт, неплохо, UFS 2.2, то есть предыдущего поколения. И опять-таки отмечу, что для малыша этого вполне достаточно. И здесь вариант не на 32 гигабайта, не на 64, а на 256. Многие подумают, может быть здесь камера ни о чем. Но здесь неплохой датчик на 48 мегапикселей. И 8 мегапикселей это селфи-камера для четких селфи и видеозвонков. Размер экрана, друзья, вдумайтесь, только 3 дюйма. Если у всех в районе 6 и гораздо больше, здесь всего лишь 3 дюйма. То есть это абсолютно малыш. Неплохое HD разрешение. Тоже не Full HD. Но HD для такого экрана это самое-самое то. Переходим к самому интересному. Это размеры этого смартфона. 95,1 на 49,6 и вес всего лишь 116 грамм. Это абсолютный малыш. Действительно удобен для ношения в кармане. Вы вспомните ощущения примерно 2014-2015 года, когда телефоны были по-настоящему компактными. Также есть камер отпечатков пальцев на задней панели. Ну и сколько чуда это стоит? Это чудо стоит примерно 170 долларов США. Согласитесь, неплохо. Но это цена за отгрузку по предзаказу. Купите сегодня, сэкономите деньги. Если я не куплю все это, я сэкономлю гораздо больше. Если вы хотите взять стандартную версию, ну то есть когда она поступит в продажу и конкретно будет доступна, тогда этот телефон будет стоить примерно 214 долларов. Тоже очень даже неплохо. В этот топ я включил также Nothing Phone 2-го поколения. Ну, о нем у меня, друзья, было конкретное видео на этом канале. Четко все рассмотрел по полочкам. Но немного напомню характеристики. Очень быстро пробежимся, потому что телефон получился на самом деле очень даже крутой. Итак, по процессору здесь Snapdragon 8 первого поколения. То есть не середняк, не седьмая серия, а именно полноценный флагманский процессор. Хотя не самый новый на данный момент. Но здесь 4 нанометра и этого хватит. За глаза и выше крыши. Adreno 730, 8 либо 12 гб встроенной памяти это оперативная. И 128 либо 256 это UFS 3.1. На выбор, что хотите, то и выбирайте. В Antut примерно 1 миллион 100 тысяч баллов убивает этот смартфон. Далее экран 6,7 дюймов. Это OLED матрица LTPO есть, 1000 нит есть, 120 герц есть, Touch 240, Corning Real Glass следующего поколения. И батареи на 4700 мАч. Многие думают, что это немного. Но для такого уникального, интересного смартфона, который выглядит на самом деле брутально и даже лучше, чем на 2023 год. То есть это телефон, ну, по сути, будущего. Здесь есть зарядки, поддерживаемые на 32 на 45 ватт. Но самое интересное, эта зарядка не лежит в комплекте. А конкретно никакая. То есть зарядку нужно либо докупать, либо использовать от старого смартфона и так далее. Здесь стандартный USB Type-C. Android 13 и Nothing Phone OS 2.0. То есть оболочка немножечко обновилась. По камере здесь датчик на 50 Мп. Следующий датчик на 50 Мп. В первом случае это iMX 890. Во втором это ширик от компании Samsung. Samsung 4K 60 кадров снимает и фронталочка на 32 Мп. Телефон будет примерно в России стоить около 80 тысяч рублей. Но на Алиэкспрессе можно купить его примерно за 599 долларов. И эта цена за этот смартфон очень даже неплоха. Учитывая всю уникальность этого смартфона. Все ссылочки, друзья, интересные товары, все остальное вы можете найти на моем телеграм-канале. Ссылка в описании и также в первом закрепленном комментарии. Обязательно проходите и подписывайтесь на телеграм-канал. Там для вас я выставляю интересные товары на Али. Следующая новинка это OnePlus Nord 3. На самом деле порвало рынок. И тоже, друзья, было отдельное видео на этом канале. Особо много не буду останавливаться на этом смартфоне. Быстро пробежимся по характеристикам. Но смартфон получился на самом деле абсолютно уникальным. И за цену примерно в 399 долларов, как говорится, только на Алиэкспресс, этот телефон не то что стоит, а его нужно разгребать по полной, пока есть такая возможность. Все ссылочки, кстати, будут на телеграм-канале. Итак, по характеристикам. Экран 6,74 дюйма, 120 Гц, HDR 10+, 1000 Гц это тач-сенсор. Это хороший флагманский экран для 2023 года. Dimensity 9000, 4 нанометра, Mali-G710 это видеоускоритель, 16 гигабайт оперативной памяти. Конечно, есть другие варианты. Это максималочка LPD-5X, UFS 3.1-256. В Antutu примерно миллион баллов будет набирать этот смартфон. То есть это абсолютно флагманские показатели. В том числе камера на 50 мегапикселей это AIMX 890. Хорошая, улучшенная версия предыдущего датчика от этой компании. И 50 мегапикселей будет снимать очень неплохо. 8 ширик, 2 мегапикселя макро и 16 селфи камеры тоже присутствуют. Батарея для OnePlus очень даже большая. На 5000 мАч, 80 Вт зарядка. И эта зарядка лежит в комплекте. По-настоящему новый король за этот ценник. Недавно на китайском рынке была бы официально представлена серия Honor 90. Продолжая наследие и успех предыдущей серии Honor 80. Эта новая линейка является последней новинкой в высококлассном сегменте рынка смартфонов. Серия Honor 90 предлагает потрясающие технические характеристики и инновационные функции, чтобы удовлетворить самые требовательные потребности пользователей. Поговорим о дизайне. Новые смартфоны премиум класса серии Honor 90 обладают стильным и изящным дизайном, который приковывает взгляд. Одной из заметных особенностей является овальная форма модулей камеры, которые элегантно разделены друг от друга, создавая уникальный эстетический акцент. Этот дизайн получил название Dual Ring Design. Он вдохновлен миром моды и искусства создания украшений. Задняя панель выполнена из стекла и металлической рамки, придавая устройству привлекательный внешний вид и ощущение прочности. Вес всего 192 грамма, это кстати очень неплохо для современного смартфона, толщина 8,1. Дисплей 6,78 дюймов, это конечно же AMOLED матрица. Большое разрешение 1,5К, плавная прокрутка с частотой обновления 120 Гц, яркость 1600 нит. Шим затемнения 3850 Гц. О чем это говорит? Это говорит о том, что шима здесь не будет. Цветовая схема DCI-P3. В верхней части дисплея расположены отверстия в форме таблетки, в которой размещены две фронтальные камеры для селфи-съемок. Но о них, друзья, немного попозже. Вначале поговорим о производительности. Snapdragon 8 Plus первого поколения предлагает высокую производительность, отличные возможности для многозадачности. 16 гигов оперативки, 512 встроенной, конечно же, есть еще и другие комбинации. Отличное решение, производительное, мощное, можно поиграть, мультимедиа, контент, создание и все остальное подходит для этого смартфона. Одним из самых основных преимуществ является его емкий аккумулятор на 5000 мАч, который позволяет использовать устройство на протяжении длительного времени, без необходимости постоянной подзарядки. Но если вам нужно зарядиться и достаточно быстро, здесь есть быстрая зарядка на 100 Вт. Кроме того, Honor 90 Pro предлагает ряд других преимуществ, включая высококачественные фронтальные и задние камеры для захвата потрясающих фотографий и видео, поддержку 5G, ну и, конечно, весь функционал присутствует в этом смартфоне. Операционная система Android 13 и Magic OS 7.1, собственная оболочка поверх операционки. И все это, друзья, доступно прямо из коробочки. Bluetooth 5.2. Далее поговорим о камерах. Honor 90 Pro предлагает потрясающую систему камер, которая позволяет создавать великолепные фотографии. На задней панели устройства установлена тройная камера, включающая в себя 200-мегапиксельный сенсор от компании Samsung HP 3 с широкой диафрагмой 1.9. Этот сенсор позволяет захватывать изображение с высокой детализацией, яркими цветами и широким динамическим диапазоном. Если вам нужно разнообразить фотосъемку, то здесь есть 32-мегапиксельный датчик, и это телеобъектив с двукратным приближением, который позволяет снимать детали и сохранять качество изображения. А также он оснащен оптической стабилизацией изображения OIS, что обеспечивает более четкие и стабильные фотографии. Если вам нужны снимки в широкоугольном формате, здесь он тоже присутствует. Ширик на 12 мегапикселей, диафрагма f2.2. Ну и коснемся передней панели, потому что здесь интересный датчик. На 50 мегапикселей это основная камера, плюс датчик глубины на 2 мегапикселя. Основной объектив позволяет делать четкие детализированные селфи, а датчик глубины резкости помогает создавать красивые эффекты размытости фона. Очень интересное решение, выглядит по-новому. Мне очень нравится компания Honor. Красавчики, что они вернулись. Ну и в конце давайте поговорим о ценах. Итак, за все это хозяйство, комбинация 12.256, вам нужно заплатить 466 долларов. 16.256, 508 долларов. И максималочка 16.512, 550 долларов. Ну что ж, цены очень даже адекватные, и компания Honor вернулась на рынок. Красавчики. Ну и последний смартфон в этом топе, это новый король в Antutu. Самый уникальный смартфон, если мы говорим о производительности, это Vivo X90S. Не торопитесь ругаться, я знаю, что многие на моем канале не любят компанию Vivo. Почему? Потому что у них сильно завышенные ценники. По сути, компания не сильно раскрученная на нашей территории, но ценники примерно как у компании Samsung. Это несправедливо, я с вами соглашусь. Но давайте обратим внимание на этот смартфон. Почему? Потому что здесь уникальный процессор, и это король в Antutu, потому что он выбил сколько? Сейчас посмотрим. Здесь центральный процессор Mediatek Dimensity 9200+. Пришло то время, когда компания Mediatek на первом месте по производительности. Три года назад, если бы я вам сказал такое, вы бы надо мной просто-напросто посмеялись. Но здесь произошло следующее. Детально не буду расписывать, что находится в этом процессоре. В Antutu версия V10 в его X90s набрал 1 600 000 баллов. А конкретно разбивая все это на баллы, центральный процессор набрал 435 000 баллов, видеоускоритель 605 баллов, память 314 баллов, и внутренняя память 300 000 баллов. Эти результаты говорят о том, что устройство способно эффективно обрабатывать множество задач и обеспечивать плавное пользовательское взаимодействие со всеми программами. Конкретно использовалась версия на 12 ГБ, 512 ГБ встроенной памяти Android 13. Сочетание мощного чипа Dimensity 9200+, и высоких результатов в тестах, делает Vivo привлекательным выбором для тех, кто ищет мобильное устройство с высокой производительностью и отсутствием компромиссов. Если говорить о предыдущей версии, то здесь большой прирост. Я говорю сейчас о Dimensity 9200, то есть плюсовая версия очень сильно выбилась вверх. Об этом также свидетельствуют результаты в Geekbench, потому что в одноядерном режиме 1790 баллов, в многоядерном режиме 5381 баллов. Далее немного поговорим о внутряночке. Оперативная память здесь LPDDR5X, то есть самая новая, самая навороченная. UFS 4.0 это встроенная память, то же самое новое и то же самое навороченное. Я уже сказал, что здесь была версия 12.512. Можно хранить множество файлов, но за счет чего этот процессор выбился вперед, потому что здесь установлен графический процессор G715MC11, который обеспечит высокую производительность графики, частота обновлений 120 Гц, летает все игры, друзья, просто-напросто на ура. Единственное, что осталось сделать этой компанией, немножко демпингануть и снизить свои ценники. Особенно для наших стран, где цены для нас очень сильно важны. Друзья, на этом я топ заканчиваю. Обязательно подписывайтесь на этот канал, поставьте лайкос этому видео, если вы еще этого не сделали. С вами был я, Эд Скрайбер. До новых встреч на этом канале. Всем пока-пока.